Сегодня я хочу рассказать вам о новинках в моей коллекции косметики. Что-то из этого будет абсолютно новым релизом, то есть буквально только-только появилось оно на прилавках, и что-то уже более знакомое, возможно, для вас, но для меня это были новые вещи, я с ними только познакомилась, поэтому давайте приступать. Первое, о чем хочу поговорить, это тональная основа от Bourjois, которая называется City Radiance. Это новый релиз тональной основы, она буквально недавно появилась, и, насколько я поняла, они сняли с производства мою любимую Healthy Mix Serum. Очень жалко, конечно, что они ее сняли с производства, потому что тональная основа была действительно шикарная, но когда я попробовала вот эту, она мне Healthy Mix Serum очень сильно напомнила. Она именно такая вот действительно натуральный финиш у нее, она создает немножко слегка вот такое вот сияние на лице, но в то же время не слишком, очень натурально выглядит тоже. Я когда спросила у своего мужа, как ему нравится моя тональная основа, он сказал, что ее не видно, и это, в принципе, достаточно хороший комплимент для тональной основы. У меня это оттенок первый Rose Ivory, я бы не сказала, что она сильно розовая, вот она скорее может быть совсем чуть-чуть розовая, но в то же время не видно вот этой вот розовинки на лице, на сейчас даже она мне подходит, а дальше я буду еще светлее, поэтому еще даже лучше будет подходить мне. Из недостатков могу назвать только упаковку, но это мое личное предпочтение, мне конкретно вот стеклянные бутылочки нравятся больше. Такие тюбики мне нравятся меньше, но это как бы на вкус и цвет товарища нет. А так больше я ничего плохого о ней сказать не могу, мне кажется, что для нормальной кожи, для людей, которым не нужно скрывать какие-то супер недостатки, достаточно просто того, чтобы выровнять лицо, выровнять тон на лице, возможно, какие-то мелкие там недостатки скрыть, какую-то мелкую пигментацию, и еще тоже, что хорошо, она не заваливается в морщины, по крайней мере у меня, она вот такие вот линии как бы на лице не оставляет через какое-то время, поэтому ей я осталась очень довольна. Если вам нравился Healthy Mix Serum, обратите внимание на эту тональную основу, она очень неплохой аналог той, которую сняли с производства, к сожалению. Дальше хочу показать вам 4 карандаша от Гош, это как бы тени карандаш, у меня 4 оттенка есть уже этих карандашей, самый светлый, который у меня есть, это 02 Beige, это действительно вот такой вот совсем, совсем светлый бежевый оттенок, после этого у меня есть немножко более темный, это классический золотой, он называется 03 Light Copper, но я бы сказала, что это среднее что-то между бронзой и золотом, вот какой-то такой оттенок, и 2 цветных у меня карандаша есть, один из них зеленый, 8 Green, ну классический зеленый, скажем так, оттенок, такой вот как лесной зеленый, приглушенный, неяркий, и еще один оттенок 07 Blue, тоже опять-таки такой серо-серо-голубой, я бы сказала оттенок, что касается того, какие они по качеству, мне они по качеству очень сильно понравились, потому что это продукт 3 в 1, во-первых, их можно использовать как полноценные тени, просто вот когда вы, вам лень делать какой-то там сильно крутой макияж, достаточно просто нанести, даже пальцем растушевать, как Maybelline Color Tattoo, и все, у вас уже база есть, также их можно использовать как базу под тени, то есть если ваши какие-то тени хромают, или вы просто хотите большую насыщенность теней выдавить, то наносите их как базу, поверх отлично все ложатся, я кстати с помощью этих карандашей делала макияж, когда я обозревала тени Bourjois, новые, я оставлю вам ссылку, чтобы вы посмотрели, там кстати очень многие спрашивали, что это за тени карандашей GOSH, и просили, чтобы я более подробно о них рассказала, и в-третьих, это своего рода тоже как и подводка, то есть карандаш достаточно все-таки большой, то есть нельзя сказать, что он какой-то именно такой точный в нанесении, но в то же время, если аккуратно наносить, можно нанести как подводку тоже, и хорошо держится, какое-то время нужно, чтобы карандаш застыл, а дальше все отлично просто. Еще две новинки у меня появились, это две туши, одна и та же серия, но разные они тем, что одна из них водостойкая, это вот эта с таким вот как синей-голубой надписью, и вторая обычная черная с розовой надписью, здесь интересная упаковка, такая как треугольная она, и что хочу сказать, я уже попользовалась ей, и я ее сравнивала тоже с тушью Bourjois, это две новые туши, одна из них называется Volume Reveal, и вторая Volume Glamour, Push Up Volume Glamour. Разница между ними какая? Volume Glamour создает намного больший объем, и это объем именно такого, знаете, как она наляпывает очень много туши, и потом, когда вы прочесываете ресницы, частично вот эта вот наляпанность такая снимается, и получается очень сильный объем. Вот эту тушь я бы очень сильно рекомендовала тем, у кого свои длинные ресницы. Если у вас короткие ресницы, вам с ней придется больше заморочиться, потому что нужно будет лучше ее вычесывать, скажем так, но объем она создает просто феноменальный, очень классный. Маму свою тоже я красила этой тушью, и ресницы прям такие очень красивые были. И что касается вот этой, у нее щеточка силиконовая, то есть если у предыдущей щеточка натуральная, у этой силиконовая, и она более такая как колючая, и из этого она лучше расчесывает ресницы, то есть это более постепенная тушь. Вы постепенно-постепенно добавляете объем, добавляете длину, добавляете разделение, то есть если вам больше нравятся вот такие вот именно кукольные глазки, вот такие вот кукольные реснички, то берите вот эту вот, которая треугольная. Если вам просто нужен такой конкретный объем, именно очень массивный объем, как у накладных ресниц, тогда я бы вам советовала вот эту. Что касается того, водостойка, обычная водостойка намного лучше удерживает завиток, то есть если вы щипцами для завивки ресниц пользуетесь, то берите водостойку, если не пользуетесь, то берите обычную версию, я бы так сказала. И последнее, о чем хочу поговорить, это о лаке, который вот, кстати, у меня сейчас на ногтях. Это лак от Sally Hansen, который называется Miracle Gel. И это своего рода как бы гелевый лак, который не нужно закреплять в лампе. То есть по сути, как бы обычный лак, единственное, он выглядит должен как гелевый, то есть у него должен быть блеск такой, как гелевый. У меня конкретно оттенок 170 Pink Cadillac. И что хочу сказать, у меня с этим лаком как-то не очень сложились хорошо отношения, потому что первый раз, когда я его пробовала, он у меня вообще просто ужасно лег на ногтях, он полосил жутко, у него вылезли какие-то пузырьки по всем ногтям, и, в общем-то, я была просто в шоке. После того, как я его нанесла, посмотрела на свои ногти, я была немножко в шоке. И я даже специально решила проконсультироваться с гуру лаков, ну, по моему мнению, по крайней мере, с Юлей Мисс Стайл Капучино. Я ей скинула по вайберу фотки, говорю, вообще это может быть такое, или это у меня кривые руки. В ходе как бы такого небольшого расследования оказалось, что, скорее всего, у меня все-таки кривые руки, потому что я его очень сильно вот так вот сболтала, чего делать нельзя. Она мне сказала, что вообще лаки, вот если в них есть дробь, их нужно вот так вот как бы растирать между ладонями, и они как бы смешиваются нормально, то есть вот так вот как психбольному трусить не обязательно. Но, тем не менее, я постаралась, чтобы вышли вот все просто пузырьки, которые могли выйти, и после этого решила накрасить еще раз ногти. Второй раз у меня получилось гораздо лучше, то есть практически вот идеальное нанесение, но все-таки, все-таки на некоторых ногтях у меня все равно эти пузырики повылазили. Я не знаю, из-за чего, может быть, у меня не получается наносить этот лак. Я не знаю, в чем конкретная проблема, но я расстроилась, потому что лак очень круто держится. У меня вот он неделю держался, и только еле-еле вот сколы по краю ногтя появились. А так очень классно, блестит, именно красиво так ложится, ну, вернее, красиво смотрится, вот действительно как гель. Но вот эти пузырьки меня просто добивают. Если у вас есть какие-то советы, вот как можно это исправить, может быть, действительно я что-то не так делаю, то сообщите мне, потому что мне вот вообще по стойкости, по цвету, вот все в нем нравится, вот единственное, мне не нравятся вот эти вот только пузырьки. Ну вот и все, рассказала я вам о всех новинках, которые у меня появились. Надеюсь, этот обзор был для вас полезным, интересным. Если так и было, конечно же, ставьте мне пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!